Дождались. 45 балаковских детей-сирот получили положенное им жильё. И хотя новоселье они, скорее всего, будут справлять уже после Нового года, сегодня, 26 декабря, им в торжественной обстановке вручили ключи от квартир. Правда, в этой новостройке всего один подъезд, и тот четвёртый. Первые же три находятся в стадии строительства. Мы в год где-то 600-500 человек ежегодно на протяжении уже четырёх лет обеспечиваем. Где-то более 300 человек в Балаковском районе стоят на очереди. Я думаю, что за два года эту проблему можно решить. А между тем, ещё около 300 балаковских детей-сирот стоят в очереди на получение жилья. И ждать звёздного часа им приходится годами, а порой и десятилетиями. Продолжение следует... Продолжение следует... На торжественном вручении ключей губернатор области Валерий Радаев осмотрел квартиры. Как вы себя ощущаете? Мне вообще очень нравится. Очень нравится, да? Да. Замечательно. Что самое главное, вам нравится, поэтому у вас теперь своя квартира. Спасибо. Вы можете полноценно здесь уже себя чувствовать хозяйкой. Да. Замечательно. И не поленился спуститься в подвал, чтобы осмотреть систему теплоснабжения. Если в доме, допустим, меньше теплоносителей, чем в этом городе, естественно, оплата за тепло, она идёт уже меньше, да? Это зависит от температуры. Это надо вот везде такое делать, автоматически. Уже на выходе губернатора остановил балаковец Дмитрий Маслов, который проживает в новостройке по соседству. Нет, мол, да. Можно вам вопрос? Да, пожалуйста. Вы благим делом занимаетесь, а вот у нас пешеходного перехода, регулируемого светофора, нету. Дети ходят, вот здесь только зебра. Там летальные исходы уже были. Это куда переходить-то надо? Ну вот, да, там школы, садики, у нас же тут в нашем районе нет ещё ничего. Саразское шоссе куда? Да, Саразское шоссе надо переходить. Переходить, да? И нет регулируемого светофора, же можно там установить? Светофор, он есть здесь. Ну, кнопочный можно поставить, чтобы там подошёл, нажал, там люди перешли, но дети же ходят. Сегодня у нас здесь авария, шесть машин было столкнулись. Глава района Иван Чепрасов пообещал вынести этот вопрос на обсуждение административной комиссии. Добились от главы до этого времени только зебру, которую установили на дороге. Но даже на этой зебре уже был случай с летальным исходом, человека просто сбили. Ну, конечно, тут много зависит от культуры водителей, но в любом случае не помешал регулируемым со светофором пешеходный переход. А вы жители? Вот, 66-го дома, мы здесь уже порядка двух лет живём, то есть, ну, это реально большая проблема для нашего района. И пользуясь случаем решили? Да, то есть, пользуясь случаем он решил задать такой вопрос губернатору. То есть, возможно, он сдвинет, потому что, ну, главе уже этот вопрос задавали, то есть, вы слышали, что он отвечает. В итоге потом дело не движется. А новосёлы в это время осматривали своё новое жильё и строили планы, как его обустроить. Им сказали, что заезжать можно хоть завтра, но несколько проблем всё-таки проявились. Губернатор уехал, и лифт перестал работать. Губернатор уехал, и все уехали сразу. Но дети-сироты – люди оптимистичные. Они ждали положенных квартир годами, поэтому мелкие неурядицы в виде потёкших труб и временно неработающего лифта их не пугают. Вот здесь, наверное, я поставлю холодильник. Вот здесь вот я, наверное, поставлю какой-то кухонный угол. Даже непривычно, что это моя. Дети, попавшие, и так хлебнувшие по своей жизни достаточно много, получите под Новый год вот такой подарок – это здорово. Спасибо. Спасибо.